Уголовного дела по статье 327 УК РФ. Это подделка официального документа. Хотел бы уточнить, Филиппов Сергей Юрьевич, кем вам приходится? Знать его не знаю, кто такой. Интересно получается, ведь он представлялся вашим близким родственникам, более того, предоставил соответствующую документацию в виде генеральной доверенности. У этой доверенности он обошел несколько банковских учреждений, где требовал выдачи как ваших личных средств, так и кредитных, которые уже были одобрены. Что-нибудь известно об этом? Нет, неизвестно. Неизвестно. Я вас понял. И, соответственно, кредитная заявка также не ваша. Нет, а что за кредитная заявка еще? От вашего имени подали заявку на кредит и пытались ее обналичить. Мы не подавали ничего. Нет, а какая сумма, интересно? Я такой информацией не владею. Дело в том, что незнакомый человек имеет сейчас ваши данные и, в принципе, доверенность, которая позволяет ему очень многое. У вас есть предположение, как это могло случиться? Без понятия. Я думаю, что не могло никак случиться. Не могло никак случиться? Угу. Я вас понял. Ну, банально, может, паспортные данные теряли, документацию какую-то. Да нет. Ничего не теряли. Все при вас, да? Да. Все при вас. Да. Ага. Как давно вы к юристу обращались? Подскажите. К юристу? Да. Лет 15. Нотариус-юрист. Нотариус-юрист. Лет 15 назад. Ага. А к нотариусу? Да тоже так же. Не обращаюсь я. Ну, я понял вас. Постарайтесь вспомнить тогда, вот в какие вообще организации вы подавали свои данные, вот в ближайшее время. Ну, слушайте, да никуда я не подавал. Ну, это, скорее всего, какая-то путаница. Нет, это не будет, это не путаница, то есть сотрудница банка, она действительно сообщила, что произошла такая ситуация, вот она также проверяла эту доверенность, и она действительно оказалась подлинной, то есть она всеверяла с системой банка. А что за банк-то? Старались вспомнить, вот, а это Сбербанк, также имеется информация, что он посещал другие банки, но сотрудницы банка, вот, они не подавали никаких вот заявлений, а вот только Сбербанк почему-то. Помимо Сбербанка он обращался в Почта-банк, также обращался в Совкомбанк и в ВТВ. Что вас вообще связывает с этими банками? Может, конфликты какие-то были непосредственно? Ну, как-то был один конфликт, да, но на остановке там что-то боковал один приятель, вот, ну, в общем, насадил. Я ему в башню несколько раз, и, может, этот конфликт имеют в виду? Нет, нет, я имею в виду конфликты с банковскими организациями. Не, а он кричит, я типа со Сбербанка, со Сбербанка, я говорю, да срать мне вообще, со Сбербанка-то и откуда. Да, я вас понял. Хорошо, давайте сейчас перепроверим информацию. Так, секундочку. Да, вот, ваш полный возраст. Да, я сейчас оставляю, а кто мошенничестве? Ага, ага. Ага. Так же, подскажите, вот, в течение 5-7 рабочих дней направлю вам повестку, чтобы вы так же явились ко мне, вот, вам направлять по улице... Ага, ага. Да? Ну, это, это давно так было, да. Вы все там же живете? Нет, к сожалению, давно я уже там не живу. Нет. С 91-го года я там не живу. С 91-го года? Да. Интересно, мне указано вот информация с 2021-го года, что вы все так же там были? Серьезно? Да. Ну, значит, пусть меня там и ищут. Ну, искать вас никто не собирается, вы не преступник, чтобы вас искать. Это вы должны быть заинтересованы в решении этой проблемы, правильно? Ага. Вот. Вот. А это, слушайте, а вы же знаете уже, да, ну, вот этот какой-то Филиппов там тролливали, что-то, ну, от моего имени ходил. Это, адресок-то есть, чтобы к нему подъехать-то? Нет, к сожалению, адреса нет, да и смысла в этом нет. Ну, я думаю, что на прописке будет ждать, пока вот его федеральный розыск уже подали, он будет ждать, сложа руки, что ли. Я могу вам направить фоторобот его сейчас в WhatsApp. О, да, отправляйте. Может быть, я его... Найду он. Да, да, как? Так, вот. Секундочку. Вы, кстати, звоните на WhatsApp. Да, я прекрасно знаю, по сотовой связи не смогли связаться с вами по какой-то причине. Интересно, по какой? Ну, вы не ответили, не установлено соединение было. Сейчас в этом имеется возможность ознакомиться. С чем, простите, ознакомиться? Я вам направил фоторобот и снимал с камер видеонаблюдения с банка. О, а что, это он, как сказал он, как вас зовут, это его зовут? Да что еще раз? Как его зовут? Филиппов Сергей Юрьевич. А, Сергей Юрьевич. Ничего себе. Знакомого вам, нет? Не, ну, страшное вообще, рыло, конечно, у него такое. Неприятное. Я касаемо этого человека, может, где-то наблюдали на работе? Не, я с такими типами не работаю. Все, я вас понял. Хорошо, давайте... Касаемо сотрудников банка, подозреваемых. У меня в открытии сотрудники каких банков вообще имели доступ к вашим данным? Да никто. Ну, как это никто? Ну, я же не знаю их фамилии, имя, отчество. Они же мне никак не представляются. Нет, 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 я сейчас не конкретно за каких-то людей говорю, а в принципе. То есть вы подаете свои документы в какой-либо из банков, становитесь клиентом. После этого сотрудники имеют доступ к вашим данным, понимаете? Ага, и, ну, они все имеют. Ну, вот. Вот, сейчас вы мне подскажите, в какие банковские организации предоставляли свои документы? Слушайте, ну, я сейчас так и не вспомню. Вот. На улице Ленина, в общем, ну, вот там вот, только дом не помню. Ну, по улице Ленина много банков, понимаете сами. Не, у нас одна улица Ленина. Да, улица Ленина одна, но у этой улицы много банков, понимаете? Постарайтесь вспомнить на именовании организаций банковских, куда вы подавали свои документы. Ну, я так не могу вспомнить. Ну, Сбербанк. Сбербанк. Помимо Сбербанка. Нет, все никуда больше. Только Сбербанк. Да. Это вы мне сказали, улица Ленина, это вы постоянное отделение? Да, у нас больше нет, у нас городок-то маленький. Подскажите, Вы сейчас в каком городе находитесь? Певек. Певек? Да, это порт, порт там. Поэтому вы, скорее всего, меня просто... Певек, это город в Чукотском автономном округе. Совершенно верно. Вот. Все, я вас понял. А как давно вы вообще из Москвы переехали? Ну, я же говорю, что в 91-м году я оттуда уехал. В 91-м, да? Да. Все, вас понял. Более вы там не появлялись с 91-го года, правильно? Не, а зачем? Мы квартиру продали и все, и с концами. Угу. Да, я вас понял. Касаемо Сбербанка. Как давно вы его посещали? Буду направлять вот в указанный вами филиал проверку сотрудников компьютера. Да, покажите, как давно посещали его. В марте? Где-то в середине марта. В середине марта. И припомните, по какому вопросу? Нет, не припомню. Ну, что-то было с картой. Она, короче, не работала, и мне пришлось ее как-то... И вам ее восстановили? Да. А в каком виде выдали, не припомните? То есть голую, готовую к использованию, либо же в конверте? Да, в конвертах ничего не дают. Просто голую дали и все. А как это не дают? Они обязаны в конверте выдать, потому как на карте, вот, я думаю, вы знаете, что указаны конфиденциальные данные. То есть это как номер карты, срок действия и трехзначный код. То есть если вы дали вам не в конверте, значит, имели доступ сотрудники к данным этой карты. Понимаете? Ну, возможно, не знаю. Ну, мне дали ее без конверта, все. Хорошо, я эту информацию также указываю. Хорошо. Так же вы мне подскажите, вы личный кабинет самостоятельно устанавливали, либо же с сотрудниками банков? Так, наверное, не помню. Вот сейчас уже не помню. Это было так давно. Наверное, мне кто-то помогал, потому что не очень я понимаю тут компьютерные технологии. Ну, я вас понял. Никаких также сбоев не наблюдали? Возможно, сообщения о несанкционированном входе в личный кабинет? Да нет, вроде ничего не было. Не было. Хорошо. Также касаемо аккредитований, возможно, Сбербанк просто перепродал ваши данные в коллекторскую компанию на основе просрочек. Сталкивались с таким? Нет, не сталкивался. А что, меня коллекторы ищут? Что-что? Коллекторы меня ищут? Нет, имеется такая версия, что просто могли перепродать данные в коллекторскую компанию. А почем? Не знаете просто сумму какая перепродать? Да. Вы задаете какие-то глупые вопросы? Почему глупые-то? Раз перепродали, я просто пытаюсь выяснить, по какой сумме перепродали меня. Какая цена моей шкуры? Бесплатная. Как и у матери. О-о-о-о, круто. Ну, я бы не радовался на вашем месте. Почему? Ну, бесплатно продаваться, это сильно. Ну, почему? Есть же ведь идейные проститутки, они бесплатно, ну, как бы работают, готовые совершить что-то. Ну, и вы приравниваетесь к ним, получается? Да нет, я вот и пытаюсь выяснить, цена-то какая. Ну, ладно. Теперь вам понятно? Что понятно? Ну, я вам ответил на вопрос, корректно? Я, честно говоря, ничего не слышал. Би, я вас спрашиваю, корректно ли вам я ответил на вопрос? Так, одну минутку, мне тут звонят по другой линии. Алло. Алло.